Ребят, всем привет! Сегодня тема видео Сравнительный тест байков на 48 и на 58 звезде Первое, что мы сравним, это ускорение Мы поедем вдвоем, два райдера одинакового веса И посмотрим, какой из них ускоряется быстрее Также будет сравнительный тест на тягу Я буду заезжать в уклон, в эко и в спорт режиме И вы увидите, какая же разница Ну и крайний тест у нас будет на скорость Посмотрим, какой из них сколько разгоняется Сейчас у нас стоит эко режим На желтом байке у нас 48 звезда На зеленом байке у нас 58 звезда Трогаемся, смотрим ускорение на этих байках На счет три Раз, два, три Давай, раз, два, три, поехали Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу как раз она примерно то на то и выходит так спорт режим включаем 1 2 3 поехали перед загружает прям перед загружает а смотри вот жопу назад жопу вот прям назад и руки вот так вот вперед все трогаешь сейчас еще три раз два три поехали ну до 60 одинаково вообще практически насчет три раз два три чувствуется преимущество все равно да особенно что у меня тяги я газу даем у меня подрывается я газ отпускаю он у меня падает я потом добавляю то есть я на этом еще теряю время да ну а давай сейчас попробуем я сейчас не резко по нарастающей газу да давай насчет 3 1 2 3 ну вот сейчас данный в пол и он у меня получается как бы не на всю мощность и ехал а сейчас пол да давай еще раз на спорт режиме крайний заезд на счет 3 1 2 3 ну в общем есть преимущество как раз таки 20 процентов примерно как говорят вот это примерно тяга настолько и чувствуется то есть не сказать что что-то глобальное но тем не менее есть но опять же если вес не одинаковый если допустим вес районе 90 килограмм будет то все уже на 48 звезде он уже будет чувствоваться что слабо тянет а на 58 звезде он будет тянуть как следует если вы в горку едете допустим грубо говоря этот в натяг будет допустим вот такой уклон ехать 60 километров в час то есть ему тяжело он будет тяжело тянуть а этот наоборот будет выгружать ему легче будет ехать и несмотря на то что оба будет 60 ехать этот будет меньше напрягаться ну естественно батарея меньше будет садиться так погнали дальше приехали специально на такую локацию где как раз при горке горочки и сейчас я буду тут сравнительный тест снимать на тягу звезд как он тянет на пятьдесят восьмой звезде и как он тянет на сорок восьмой звезде вообще так как у меня прокат частенько люди катаются и у кого очень мало опыта они в горку не могут въехать на эко режиме а когда включают спорт режим он у них подрывает на козла и бывает что они падают на пятьдесят восьмой звезде такого нету потому что он заезжает в любую горку даже в эко режиме сейчас едем на золотом байке 48 марта покажу где же его не хватает так мы сейчас стоим в горке и предположим что нам надо в нее подняться спорт режиме мотоцикл будет у нас козлить подниматься что не очень хорошо особенно для новичков а в эко режиме он меня не тянет то есть я газу даю и все мотоциклу не хватает мощности чтобы он заехал приходится либо помогать ногами что не очень хорошо так как горки бывают еще и более крутые ну либо приходится включать спорт режим его это может быть чревато тем что мотоцикл просто куда-нибудь сторону уедет теперь берем мотоцикл на пятьдесят восьмой звезде и собственно покажу что будет происходить на ней ну что штурмуем эту же горку уже на пятьдесят восьмой звезде поставил эко режим и давайте посмотрим заедет ли он конечно заедет вообще никаких проблем мотоцикл просто спокойно заезжает и это очень хорошо вообще какие рекомендации могу дать лично я так как у меня есть байки на такой звезде и на такой если ваш вес больше 85 килограмм то надо ставить пятьдесят восьмую звезду если ваш вес до 80 килограмм то в принципе по ровной поверхности то есть это если средняя полоса россии и нету таких гор как у нас то можно ездить на сорок восьмой звезде мне лично больше нравится конечно же на сорок восьмой звезде потому что байк плавней гораздо едет на скорости то что у этого максимальная скорость в районе 60 километров в час на пятьдесят восьмой звезде и этого не всегда достаточно то есть когда я еду по городу этого мало на 60 это предельные обороты двигателя и то есть ты ограничен на сорок восьмой звезде когда ты едешь 60 у тебя еще запас скорости есть и ну это гораздо приятнее но если я выезжаю в горы тут правила игры вообще меняется то есть именно тяги мне не хватает на сорок восьмой звезде когда большой уклон даже бывает спорт режиме сейчас я возьму горку поострее и попробую заехать на спорт режиме на пятьдесят восьмой звезде и на сорок восьмой звезде и посмотрим на какой будет легче а после дима оператор который снимает он тоже прокатится на пятьдесят восьмой звезде и скажет свои впечатления потому что он всегда когда катается на сорок восьмой звезде и собственно он сядет на этот байк и почувствует разницу есть она или нет тоже я специально еду с уклона хочу стартовать ну и собственно скажу на какой звезде мне будет легче подняться хватит ли мне тяги сейчас у нас 58 звезда надеюсь меня не стащит и я должен заехать в эту горку на видео не знаю виден уклон или нет но он очень большой погнали мотоцикл конечно подрывается того что есть тяга я могу газ полностью не открывать и он просто меня затягивает я заезжаю то есть я в пол сейчас не открывал но двигатель у меня нет задыхался так скажем всегда имел ровную тягу что могу сказать сейчас я принципе для себя контролируемо поднялся газ я вполне откручивал потому что тяги мне двигателя хватало и те моменты когда он уже практически останавливался я чуть-чуть газа добавлял и он меня вывозил за счет того что просто у него была тяга сейчас мы посмотрим как же дела обстоят на сорок восьмой звезде теперь тот же самый подъемчик попробуем заехать на сорок восьмой звезде и я думаю я пока ничего не думаю я просто покажу вам результаты без разгона как это поехали даже с моим весом то есть ему сейчас тупо тяги не хватило со стороны может быть этот тест не очень точным кажется но опять же это все по ощущениям когда ты с одними и теми же навыками грубо говоря я лучше как бы не езжу от того что я пересаживаюсь на 58 звезду но с ней мне легче преодолеть те же горки то есть на этой звезде ну я не заеду только если с разгона но если подъем будет затяжной то все он сдуется и такое не раз проверено для демонстрации еще раз даже сейчас написать восьмую звезду и пробую заехать в эту же горку тяга есть он тянет и все просто затягивает то есть если мне надо дать его газу больше я просто даю и он у меня на козла встает то есть самое то главное что мощности хватает именно самой мощности вот и все ну что ребята очередной раз для себя я убедился и продемонстрировал вам тяга решает в таких подъемах если ты катаешься если ты катаешься на горной местности то легче просто тупо легче все потому что двигатель тебя затягивает ладно стягой мы определились сейчас я дам диме байк на 58 звезде мы немного проедемся я поснимаю это и он поделится своими впечатлениями как ему вообще байк на 58 звезде на эко режиме прокатись и в спорте я просто за тобой еду потом остановится да прям по тропинке чувствуется что он тронулся очень резко ну а пока едем аккуратненько едет ну ты хоть попробуй еще мы в горках тягу именно проверь что хочется сказать еще интересное замечание то что контроль это на байке 21 года по другому настроен он более плавный но тут электронная ручка газа и тут еще на 48 звезде терпимо ехать как бы в эко режиме не дергает тебя когда ты едешь на скорости то есть микро движение вот такие вот когда-то рука у тебя подрагивать они не чувствуются а вот на 58 звезде они уже почувствуются поэтому надо газ вот так вот пальцем фиксировать то есть ты нажал газ определенную дозу дав и держишь и тогда у тебя рука не чувствуется как бы это мелочь не принципиально но просто я вот говорю именно по своим ощущениям как она а так вердикт один если вы тяжелый покупаете 58 звезду если вы катаетесь горах покупаете 58 звезду если вы ездите по прямым дорогам то соответственно вам 48 звезды хватит все давай в эко режиме заезжай да и я века за тобой чего налево да да на налево потом направо на эко режиме забуксовывать а вот я в горку на эко режиме еду у меня он еле тянет затягивать но это наказано если остановился то все хана очень легко да чувствуется что вот у него тяга с еще с запасом то есть здесь он в натяг идет он как бы вроде едет но нет если ты газу дашь то есть ничего не произойдет а на этом если ты газу добавишь он еще и на козла подорвет станет ну прикольно да что поехали давай на спорт режиме попробую скорость а только не с места давай газу пошел я его догнать не могу полегче раз я делюсь именно своими субъективными ощущениями логично конечно же что 58 звезда тянет больше вот горки ну реально на ней заезжать легче мотор греется меньше по количеству расхода батареи тоже чуть чуть меньше он есть у него потому что нагрузки меньше и собственно все ну оставить эту звезду или нет решать только вам мой выбор конечно же когда я в горах катаюсь ставлю 58 звезду ну либо беру байк на ней вот если я катаюсь по прямым допустим если мы в анапу куда-то едем в такие места кататься то естественно мне там хватает 48 звезды потому что он едет во первых быстрее во вторых помни сейчас самая главная задача показать сколько же по скорости едут оба байка на разных звездах дима у меня сидит сейчас на зеленом байке на котором пятьдесят восьмая звезда и посмотрим сколько он разобьет максимальную скорость ну а потом я его обгоню и покажу сколько же едет на сорок восьмой эко режиме пол все газ пол дай мимо 43 километра час эко режиме я могу разгоняться 52 это в эко режиме грубо говоря в районе 10 километров час разница спорт режиме просто разгоняешься на максимум я равняюсь тобой смотрю сколько ты разогнался а потом ухожу от тебя дальше 60 с горки 78 ну чтож по результатам у нас вот такие вот цифры у меня 78 километров час у димы 77 но по факту получается что у димы максимальная скорость была в районе 60 километров час у меня он продолжил дальше разгоняться ну и я разгонался почти 80 но это с горки но это наглядно демонстрирует сколько байк может ехать тянет лучше едет медленно тянет хуже едет быстрее вот такие вот результаты всем спасибо за просмотр пока